привет всем сегодня хочу показать вам как я маркирую свои саженцы что используют для того чтобы подписывать их ничего не стиралась ничего не путалось все было по сорту вот сейчас чем занимаюсь нарезаю вот такие бирки из чего я их делаю делаю их из вот такого уголка уголок пвх 30 30 и 2 и 7 метров именно беру вот такую ширину потому что они бывают разные потому что удобно мне именно вот такие нарезать я до этого использовала подписи на стаканчиках но когда стаканчики стоят на стеллаже плотно на то когда нужно выбрать какой-то сорт найти какой-то сорт то приходится все перебирать представляете вот они целой батареи стоят и нужно каждый поднять посмотреть где там эта надпись и очень-очень это получается неудобно когда же я вот такую штучку нарезаю вот такую как-то вот пришла я к такой длине меня устраивает именно такая чтобы она торчала сейчас я вам покажу вот она да вот торчала над стаканчиком то я просто просматриваю там где-то отодвину листочек я вижу сорт который я допустим ищу который мне нужен вот поэтому выбрала не коротенькие хотя кто-то делает я знаю коротенькие видела но вот мне нравится чтобы они были длинненькие для стаканчиков я нарезаю именно вот такие тонкие получается сначала режу шаблон и потом выходит из вот такого кусочка у меня восемь восемь бирочек то есть разрезаю пополам потом еще пополам и потому еще каждую пополам вот 8 дырочка ходит а если вы хотите более плотные то точнее более толстые и я тоже такие использую для больших горшков потому что или для улицы если что-то ставлю подписываю на клумбе то делаю более такие широкие это выходит из одной половинки две штучки и всего выходит у меня четыре на них замечательно пишет карандаш можно использовать конечно перманентный маркер но с маркерами дело такое они то могут выгореть или смотря какой маркер попадется и как-то вот еще момент что они получаются одноразовые наверное скорее всего я использую обычный простой карандаш карандаш можно он во первых не выгорает потом его можно стереть он замечательно стирается и бирки можно использовать повторно что я тоже и делаю потому что когда мы отправляем посылки то бирочки я вытаскиваю а уже на стаканчике наклеиваю надписи соответственно мы их не выбрасываем но иногда в свободное время я занимаюсь тем что их мою и потом стираю стираю выбрасывать как-то нерационально и в общем-то жалко ну бывает что пишу на другой стороне на другой стороне вот этой штучки бывает переворачиваю пишу на это то есть можно принципе без стирания использовать четыре раза двух сторон писать вот и с одного конца из другого вот так что когда уже все исписано тогда уже начинаю стирать так что вот такой у меня лайфхак по маркированию моих саженцев рассады да и всего подряд что нужно подписывать вот я использую сейчас свободное время у меня поэтому сижу обычными ножницами в принципе нормально режется вот у меня обычные ножницы канцелярский можно использовать садовые ножницы режется все хорошо по шаблону я отмеряю нужное мне количество по моему желанию опять же можно делать короче шире длиннее вот как вы хотите и потом все замечательно подписывается все замечательно хранится не выгорает не выцветает потому что очень часто такая проблема бывает что подписал а потом бац за лето все стерлось под дождями и под солнцем вот такого не происходит вот такой мой лайфхак надеюсь будет вам он полезен кто-нибудь примет на вооружение не переключайтесь подписывайтесь буду делиться и дальше